Всем привет! С вами снова Алексей Захарчук и вы на канале Будни Строители. Сегодняшнее видео у нас будет про электрощит в квартире. Что это такое, для чего он нужен, на каких компонентах собирается, на какие группы разбивается и так далее. Обо всем об этом мы вам сегодня расскажем. Поэтому усаживайтесь поудобнее, наливайте чаечек, заваривайте пельмешки. Будет очень интересно. Поехали! И что же такое электрощит? А если своими словами, то электрощит в квартире это электрическое сердце вашей квартиры. В электрощите непосредственно собраны все элементы, которые защитят вас от удара электрическим током. То есть непосредственно сделало ее так, чтобы ваше оборудование, которое находится в квартире, работало без перебоев и самое главное, было для вас безопасным. Подожди, 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 подожди. Забыл вам сказать одну важную вещь. Данное видео снимается у меня на квартире. Я делаю ремонт в квартире за 6000 часов. По крайней мере я хочу успеть сделать его именно в этот срок. И на своем собственном примере я вам буду показывать и рассказывать дальнейший ход ремонта. А это только один из этапов. Кстати, щит мы собираем на комплектующих компаний ЕКФ. Раньше я с данным производителем не работал, но решил попробовать. И убедил меня в этом один человек, которого зовут Самат. И сейчас он появится у вас в кадре. Хочу вас познакомить я с Саматом. Самат. Из союза электромонтажников Челябинска. Я привлек ребят к электромонтажу на своей квартире, так как был уверен, что ребята сделают электромонтаж качественно. И они действительно оправдали мои ожидания. А если хотите посмотреть, как делался электромонтаж и с каким качеством он был сделан, смотрите предыдущее видео на моем канале, которое доступно по ссылке в описании. Сейчас нам Самат расскажет, почему мне посоветовал именно компанию ЕКФ комплектующие. И также мне расскажет, не мне, а вам расскажет о том, почему так много у нас автоматов. Пока они скрыты, конечно, это защитный чехол от пыли, грязи и от строителей, которые будут включать именно нужные им выключатели. Чтобы не дергали то, что не нужно дергать и не лезли туда, куда не стоит лезть. Поэтому давай, я думаю, мы скроем вот эту часть и ты мне расскажешь. Не мне, да и мне тоже будет очень полезно об этом узнать, что вообще в щите установлено и для чего это. Я же тебе еще не рассказывал, что у тебя здесь. Ну я примерно понимаю, что там да и для чего это. Наверное, пока оно здесь стоит, стоит все-таки показать, что у нас в доступе есть все необходимые элементы управления. То есть это в одной, это защита розетки, которая временно у нас установлена, их в трех местах. Все это подписано, где они находятся. УЗОшки открыты, чтобы эти розетки могли работать. И также выключатель нагрузки, который все это, так скажем, отключает. Ну а теперь можно открыть и рассказать все поподробнее. Давай, ты только знаешь, ты вот говоришь вот так вот, УЗОшки, РЛЕшки и так далее. Давай мы это будем видео снимать для людей, которые не понимают, что это. И вот четко им расскажем, что такое УЗО. Самат, зачем мне такой большой щит на 70 квадратных метров к квартире? Дело в том, что здесь помимо самих автоматов, которые управляют теми или иными нагрузками, есть дополнительные, так скажем, оборудования защиты. То есть это реле напряжения от скачков. То есть если где-то, даже в том числе, авария где-то произойдет, отгорит, допустим, ноль, в квартире появляется 380. А попроще? В квартире появляется 380 при обрыве нуля в подъезде, когда авария происходит. Поэтому вся техника, которая включена в розетки, тот же самый роутер, например, его блок питания, там, например, тот же холодильник и телевизор включены, могут просто взять из... А они рассчитаны на 220 вольт, правильно. То есть 380 вольт это повышенное напряжение. Данное реле напряжение настраивается, то есть вы можете выставить диапазон, так скажем, того тока, который может заходить в вашу квартиру. Там от 150 до 300 вольт, да? То есть мы выставили сегодня самат какой с тобой на напряжение диапазон? Повышенное 255, пониженное 180. А также еще хочу поправить, появились новые стандарты и теперь 220, понятия не существует, а уже существует 230. 230, 240 вольт, да. То есть, соответственно, если у вас в квартиру попадает напряжение меньшего тока или, например, большего, для того, чтобы не сгорела ваша техника, просто данное реле будет обесточивать всю систему в вашей квартире. И после того, как напряжение стабилизируется, оно обратно включит все. В квартире, правильно? Да. Все, отлично. Хорошо. Реле напряжения, что у нас еще здесь есть? У нас есть в одной автомат, через который мы можем выключить все абсолютно. То есть здесь, я думаю, особо объяснять не надо. Здесь стоит автоматический выключатель. Автоматический выключатель в себе несет функцию защиты от короткого замыкания и от перегруза. То есть если слишком много всего нагрузили, больше, чем он может вывести, он выключится. У нас есть, помимо в одного автомата, есть еще устройство, которое называется выключатель нагрузки. В нем нет абсолютно никакой защиты, ни от короткого замыкания, ни от перегруза. Он выполняет функцию рубильника. Это я попросил тебя систему отпуск сделать. Когда я уезжаю из дома, мне важно, чтобы у меня все розетки-выключатели были обесточены, кроме нескольких групп. Это холодильник, кроме системы умного дома, да, и, соответственно, охрана сигнализации, Wi-Fi роутера. Так вот, вот этот рубильник у нас, получается, выключает все, кроме данных групп, правильно? Да, все верно. Отлично. Также у нас есть интересная функция, которую я рекомендую ставить вообще всем, даже несмотря на то, какая у вас квартира. Маленькая, большая, студия, полуторка, как обычно говорят. Если вы делаете новый электромонтаж, обязательно устанавливайте себе мастер-выключатель. Это выключатель, который находится всегда у входа. Мы сейчас вам покажем, то есть, один выключатель, который гасит свет во всей квартире. Нужно это для того, чтобы, допустим, даже вот в этой квартире, я думаю, Алексей потом покажет, о чем я говорю. То есть, если я нахожусь здесь, я не вижу, выключен ли у меня где-то там в дальних комнатах свет. Поэтому, чтобы не заморачиваться, если я ухожу последний, я выключаю свет здесь и уверен, что у меня ничего просто так не наматывает на счетчике. И также у нас продублировано это автоматом, то есть, мы можем выключить как здесь, так и здесь. Да, мы можем выключить весь свет также, потому что у нас сам контактор защищен автоматом. И мы можем также с автомата этот выключить весь свет. Контактор? Для чего нужен контактор? Давай, давай, для простых языков. Контактор это, так скажем, такой аппарат, который может пропустить через себя... Большой ток? Большой ток, да. Потому что, допустим, выключатель, обычно, если мы через него просто сделаем весь свет, он буквально через 2-3 месяца перегорит, потому что будут высокие, большие токи, потому что контакт его предназначен для одной группы освещения. Есть такой момент, вот выключатель, который мы говорили, на 63 А, который не несет в себе функцию от короткого замыкания и так далее, он выключает только у нас розетки. Свет выключает у нас непосредственно мастер-выключатель или автомат в электрощите. Это нужно для того, чтобы когда вы выключили все розетки, вы не остались без света в прихожей. То есть вы отключили, дальше перед уходом отключили следующий выключатель. И по факту у вас получается так, что вся квартира обесточена, кроме тех элементов, о которых я говорил. Это была как раз-таки моя просьба к самату собрать именно такую схему. Что у нас еще интересного есть? Из интересного. У нас установлены УЗО, это устройства защитного отключения. Служат они для того, чтобы пользователя, так скажем, хозяина квартиры, не ударило током, не поразило током от корпусов. Например, всем знакомо, в старых домах, особенно, когда ты подходишь к плите, и плита прям щипает очень сильно. Это очень опасно. Дело в том, что если одновременно никто об этом не знает, и не пробуйте, не повторять, пожалуйста. Если коснуться одновременно в этот момент плиты и включить воду, это как бы вы замыкаете полностью. Меня кусает сейчас есть такая история. У меня, когда я начинаю водой умываться, в этом, когда включена стиральная машина, у меня по кончиков пальцев пробегает электрический ток. Это какая-то микроутечка от соседей идет по трубе. И вот работает УЗО очень просто. То есть все знают, что... Точнее, не все знают, но оно именно так и происходит. То есть по фазе уходит ток и возвращается к нулю. Соответственно, УЗО считает, сколько оно отправило и сколько оно обратно получило. Если эти цифры разнятся, он выключает. А насколько быстро это срабатывает история? Мгновенно. Это прям 0,01 секунды. У нас написано, что здесь УЗО на... Получается на... 30 мА. На 30 мА. И то же самое. Есть там какой-то показатель в миллисекундах. Сейчас не будем вдаваться в эту историю. Есть разные УЗО с разными характеристиками. А у нас установлено топовое оборудование от компании EKF. Это линейка Amers. То есть мы не стали экономить на электрощите, соответственно, на собственной безопасности. Смотри, я знаю то, что УЗО ставится в дополнение с автоматами выключения. Но есть еще и дифференциальные выключатели, которые в себе совмещают как функцию УЗО, так и автоматы. Почему у меня в электрощите стоят УЗО, а не дифференциальные автоматы? А тут больше вопрос с экономией. Потому что щит сам по себе, даже вот этот, вышел очень немаленьких денег. Это примерно 54 тысячи рублей вместе с самим корпусом. Если бы мы поставили диффы, эта цена возросла бы до 154. Если бы мы на каждую группу розеток ставили дифференциальные автоматы, то тогда бы встала в эту сумму. Если бы мы диффы ставили только на мокрые зоны, на теплые полы, то это стало бы чуть дороже, чем сейчас. Но у нас есть УЗО, который защищает вообще всю нашу электрику, соответственно, отражение электрическим током человека. Также они же на каждую группу, и на свет, и на розетки, и на включатель, и вообще везде. Если бы мы устанавливали дифф автоматы, мы бы их поставили только на мокрые зоны. И дифф автоматы стоят некую сумму. Чуть дороже, чем УЗО. Стоят дороже, чем УЗО. Но мы ставим УЗО, и на каждую УЗО ставим по 4 автомата. Защищая при этом абсолютно все розетки, какие есть. Потому что на всех розетках, как я говорил, имеются также корпуса, которые могут пробивать. А я смотрю, у нас, смотри, вот здесь вот 4 УЗО стоит, и одно УЗО стоит здесь. Почему они разбиты на разные блоки? Дело в том, что они у нас, так скажем, на разных уровнях. Все розетки у нас находятся на режиме отпуск. То есть мы когда уезжаем, все, эти УЗО больше не работают, но остаются работать неотключаемые группы. Пятое УЗО у нас предназначено для защиты неотключаемых групп. А что у нас за неотключаемые группы? Какие мы вообще заложили в проект? У нас есть охрана, у нас есть роутер, холодильник, датчики протечки, которые должны всегда работать. И на всякий случай добавили мультимедийный щит. Это там, где у нас будут стоять трансформаторы, то есть на всякий случай у нас там розетка, которая в скрытом доступе, так скажем. Смотри, а если мы отключаем все УЗО, у нас на приборы освещения УЗО нету, когда мы выключаем все розетки? Или у нас УЗО на неотключаемой группе подвески? Мы стараемся не делать устройство защитного отключения на освещение, потому что зачастую сейчас большинство приборов освещения просто не имеют даже контакта с заземлением. То есть у нас выходит только два проводочка и тем самым... Для УЗО же не нужно заземление, там достаточно фаз 0. Это отдельный разговор. Ну давай-давай, сейчас поговорим. Ладно, это отдельный вопрос. Почему непосредственно для УЗО не нужно заземление? То есть этот вопрос мы, наверное, запишем в коротком ролике. Сниму его для вас либо я, либо самат. А чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте этому видео лайк, если нравится. Ну, поехали дальше. А многие задают вопрос и даже говорят, у меня дома всего одно УЗО. Объясняется это очень просто. Дело в том, что у нас очень большая сеть, да, как мы с тобой считали, это километр с лишним. Ну, даже уберем слаботочные сети, у нас где-то порядка тут 700 метров чисто силовых проводов. А есть такое понятие, даже производитель указывает... На 70 квадратных метров километр проводов. Даже производитель указывает про понятие естественной утечки. То есть по самому кабелю тоже проходят какие-то утечки, которые могут влиять на устройство защитного отключения. И для чего еще нужно? Если мы поставим всего одно УЗО, и, представляете, происходит какая-то проблема в каком-нибудь приборе, да, в том же водонагревателе, например, то у нас будет отключаться вся квартира целиком. И, соответственно, если вы что-то готовили, что-то кипятили, там, я не знаю, смотрели телевизор, у вас просто берет и все выключается, вы ничего не можете делать. Как бы хорошо сейчас 21 век, и мы можем на телефоне включить фонарик, а не бежать за свечкой. В нашем случае стоит их несколько штук. Если произошла проблема где-то на кухне, например, и мы перемешиваем все автоматы, то есть у нас не обязательно, что здесь только кухня, здесь только, допустим, санузлы, то есть все вперемешку, то есть выключается именно та группа, допустим, у нас вот стоит одна УЗОшка, и на ней вот здесь в данном случае 5 автоматов, на другой УЗОшке 4 автомата, на третьей 4, и на последней 5. То будет отключаться те приборы только на вот этих 5, допустим, автоматах. То есть у нас вот эти вот автоматы к этой УЗО, вот эти автоматы к этому УЗО, эти к этому, и эти к этому. То есть у вас, в принципе, они как раз-таки все разбиты через распределительные блоки. Кстати, вот первый раз у меня на объекте, да, то есть устанавливаем распределительные блоки именно такого компактного размера. Мы устанавливали большего размера, да, то есть а компакты вот такие я вижу в первый раз, и они занимают всего полтора модуля, и когда вы закрываете щит, их вообще не видно. Для чего вообще нужны вот эти вот распределительные блоки? Расскажи вкратце. Помимо того, что мы просто делаем как бы хороший монтаж, мы еще задумываемся о будущем, так скажем, даже и о себе, и даже представить, если картина, что придет сюда другой электромонтажник, в стандартных случаях ставится сюда вниз шина, в несколько штук, и как бы просто человек устанет искать пары. Даже, грубо говоря, пары от одной группы он устанет искать. А здесь мы знаем, вот у нас стоит группа автоматов, все нали от нее, то есть у нас все фазы уходят, нагрузки, а все нали рядом с ним. У этих четырех автоматов мы пару найдем вот здесь. Даже если она будет не подписана, из четырех проводов найти один нужный будет гораздо проще, чем вот здесь. Ну, то есть они чисто нужны для удобства электромонтажа, и для того, чтобы можно было потом что-то легко поправить, поменять какой-то автомат, и не искать провода там где-то в щите, где их просто миллион. Кстати, сейчас вам как раз-таки покажем процесс сборки, да, электрощита. И, соответственно, там достаточно много проводов. То есть, чтобы нам не тянуть их все, то есть мы даже обрезали кусок, так сказать, заземления, да, то есть мы его расположили сверху, хотя во многих щитах оно расположено снизу, да, то есть для того, чтобы нам как раз-таки минимизировать количество проводов щитей, чтобы было удобнее его собирать. Я это объясню спокойно. Дело в том, что его не обязательно ставить в щит, потому что многие старые закалки люди особенно утверждают, что должен быть запас, чтобы всех проводов хватало до низа щита. При нашей сборке, да, при нашем количестве кабелей мы это просто нереально все это будет сюда положить. И как бы есть соответствующее правило, которое требует оставлять запас на 5 переподключений. То есть мы зачистили кончик кабеля, то есть у нас вот таких вот зачищенных штук еще может получиться 5 штук. Когда закончится этот запас, то есть когда он обычно происходит? Это, кстати, к вопросу о хвостах кабелей, да, то есть когда сколько вообще кабелей оставляете в распределительной коробке, сколько кабелей оставляете в электрощите, так вот, как раз-таки Самат на этот вопрос и ответил. У меня просто некоторые клиенты иногда не понимают. Алексей, а зачем вы оставляете хвосты проводов, да, если вы потом их обрезаете, так вот, для того, чтобы, во-первых, был маневр по щиту, и, во-вторых, для того, чтобы мы потом смогли что-то переподключить, если вдруг по какой-то причине что-то пойдет не так. Что у нас еще интересного есть? Вот у нас есть автоматика на 50 ампер, на 40 ампер, на 10 ампер, на 16 ампер, на 63 ампера, там на 32 ампера нам сейчас не пришел автомат, но мы его поставим чуть-чуть позже, да, то есть вместо него пока поставили на 16 ампер на электроплиту, которая пока не подключена, поэтому вы его здесь не видите. Для чего вообще нужно ставить разного номинала, а автоматику, какую автоматику вы ставите на розетке, а с 16 или 10 ампер, когда 16, когда 10. Я знаю то, что на розетке возможно устанавливать и 10 амперные, да, то есть автоматы. В каких случаях это происходит, почему на разные номиналы автоматики? 16 ампер мы ставим на розетке, не говорю конкретно приборы, а именно на розетке, допустим, в той же комнате, в любой, если взять. Почему 16 ампер? Я много раз видел, как люди ставят 20 ампер, 25 ампер. Если это все элементарно просто объясняется, то есть мы возьмем любую розетку, вот так посмотрим, на ней будет написано 16 ампер. То есть зачем нам ставить 25 ампер, если представить такой момент, что у нас там нагружаются, например, те же 25 ампер на розетку, она будет плавиться, гореть, а автомат не будет на это реагировать. То есть мы сами себе создаем проблему, получается. Окей, а в каких моментах на розетке 10 ампер устанавливается? Это отдельные приборы, то есть приборы маломощные. Например, тот же кондиционер, да, то есть на него требуется там буквально докинуть кабель сечением 3 на 1,5, а так как его потребление часто не превышает даже 3 киловатт. Как бы в данном случае, так как мы закладываем кабель меньшего сечения, потому что на розетке идет именно 3 на 2,5, на прибор мы кидаем уже 3 на 1,5. А у меня именно где-то стоит, я знаю, что у меня отдельные приборы, это холодильник, там, скорее всего, на 10 ампер, да, стоит. У меня, скорее всего, на Wi-Fi роториска стоит 10 ампер, да. То есть, скорее всего, на системе защиты от протечек воды тоже стоит 10 ампер, потому что приборы маломощные, правильно? Да, и самый интересный момент, вот про холодильник ты сказал правильно, что у тебя там 10 ампер, но кабель заложен 3 на 2,5. Как ты думаешь, для чего мы это сделали? Для того, чтобы, если что, вдруг поставить другой автомат? Нет, это на случай, вдруг, в какой-то момент, когда-нибудь ты захочешь сделать перенос розеток, и будет очень плохо, если ты захочешь перенести именно розетку холодильника, но она уже будет отвечать за другой, например, за какой-нибудь духовой шкаф, да, например, и у тебя там окажется сечение полтора квадрата. Ой, слушай, я делаю ремонт раз на 10 лет, там, на 15, на 20, мебель двигать, как раньше двигали там наши бабушки, дедушки и так далее, просто не собираюсь. Но хорошо, что вы эти моменты предусматриваете, да, то есть важно на самом деле, чтобы в электромонтаже была какая-то мобильность. И один из моментов, который я хочу подчеркнуть еще раз, хотя подчеркиваю это уже в предыдущем видео, это дополнительная гофра в электрощит с потолка, она пустая, да, для того, чтобы вдруг в момент ремонта возникнет необходимость прокладки какого-то дополнительного силового провода, а данная штрова уже будет замазана и щит уже сформирован, для того, чтобы можно было элементарно добавить в дополнительную группу какую-либо. Кстати, еще в щите у нас стоит, скорее всего, какой-нибудь автомат, который никуда не подключен, это резервный автомат. У нас есть один резервный автомат. Резервный автомат еще в щите необходим, знаете, для чего? Необходим для того, чтобы, например, выходит из строя какой-то автомат, случается всякое, брак, не брак, короткое замыкание, произошло там залипание автоматики, бывает разное. Для того, чтобы не искать автомат по магазинам, бегать оперативно, просто приглашаете электриков, вскрывает щит, смотрит то, что есть резервный автомат и просто его садит на ту группу, которая вышла из строя. Потом докупается автомат и просто устанавливается вновь как резервный. То есть это именно для вот этого необходимо делать. Многие могут задаться вопросом, нафига такой большой электрощит на 60 модулей, если можно было уложиться там на 52 модуля электрощит и так далее. Всегда оставляйте свободные места в электрощите для чего? У нас 21 век, очень много, допустим, разных умных устройств, и вы всегда можете сюда добавить какое-то умное устройство для включения вашей автоматики дистанционно, либо еще для чего-то. Ну и при этом это устройство вы сможете добавить, не перемонтируя сам щит. То есть зачастую мы приезжаем на объект и нам говорят, вот нам надо, чтобы нам добавили групп, мы открываем, а щит забит под завязку, мы даже один автомат туда не можем поставить. А был случай, когда был внутренний щит, и нам пришлось искать на просторах интернета автоматы в полмодуля. Половина вот этого размера, это вышло в большие деньги. И на других объектах зачастую мы прям, бывало, и снимали щит, если он накладной, и меняли на больший. И, кстати, есть такие моменты, мне что понравилось. Ребята, когда собрали электрощит, они все комплектующие упаковали, подвязали, чтобы они не потерялись. Потом это все закроется вот такой вот интересной, красивой заглушечкой. Заглушечкой, которая у нас будет стоять. И закроется вот такой вот штукой. Это от маляров, отделочников и так далее, чтобы не трогали этот щит. Даже написали грязными руками, кнопки не трогать. Что еще мы можем вообще рассказать про электрощит? Вот что вообще интересного здесь есть, по твоему мнению, на что стоит обратить внимание при сборке электрощитов? Ну, во-первых, у нас все концы промпрокированы. То есть мы всегда от любого кабеля, отходящий снизу автомата, всегда сможем найти на любой шине его вторую пару нулевую. Допустим, здесь выходит белый, мы от него всегда синий найдем по циферкам. То есть все подписано. И я думаю, это очень полезный момент и немаловажный. Ну да, это чисто для удобства вашего дальнейшего обслуживания вы это реализовали. Но, в принципе, электрик грамотный, если придет, он и так найдет этот хвост. Ну да, если у него есть... Потратит чуть-чуть подольше времени. Подольше времени потратит, но тут ему будет гораздо проще. То есть он пришел, увидел, а, все, ага, с у него никаких проблем. Это ты придешь, увидишь, потому что маркировали вы, и вы понимаете, как это происходит. Это, да, это тоже одна, так сказать, из фишек сборки электрощита. Я не говорю о том, что это правильно или неправильно. Это имеет место быть, да. То есть каждый электрик собирает под себя, соответственно, как ему удобно. Зачастую показывают эльфийскую сборку электрощита. Все там до миллиметра вымерено и так далее. То есть это не совсем важно, да, в щите на самом деле. Аккуратность важна, но очень важно, чтобы все работало. И вот я хочу спросить, почему вот именно ты мне посоветовал собрать именно на комплектующих компаний ЕКФ. Как вообще ты с ними начал работать? Почему именно они, например, не ЕК, не ТДМ, там мы сейчас называем конкурентов, конечно. Ну, пускай они будут в нашем видео. Мы, по крайней мере, на своих объектов, а я напомню, я занимаюсь отделкой уже 17 лет. Раньше работали на оборудовании компании АББ, Шнайдер, Электрик и так далее. Но так как эти компании ушли с рынка, да, то есть мы в последнее время вынуждены что-то придумывать. И вот последние объекты мы собирали на комплектующих компаний ЕК. И познакомившись с Аматом, хотя я его знаю давно, да, но он у меня первый раз на объекте работает. То есть я решил как раз-таки человека попробовать в работе, как это будет. Мне очень понравилось, еще раз говорю, акцентирую на этом внимание. Расскажи, почему именно ЕКФ, почему ты меня убедил работать именно на этих комплектующих? Дело в том, что компания ЕКФ это единственный производитель, который отличается от остальных тем, что он с народом на прямой связи, так скажем, со мной, с монтажником. То есть если у тебя даже возникнет какой-то вопрос, ты будешь задавать его не мне, как электрику, а ты можешь просто взять и обратиться к производителю, и моментально получишь консультацию. Работать я с ЕКФ начал с 2019 года. До этого года я вообще считал их очень плохим производителем. Складывалось это мнение на мнениях чужих людей. То есть, допустим, люди говорили, да ЕКФ, да, блин, не надо его, он очень плохой. То есть я даже не попробовав, я верил в эти слова, как бы и не использовал. До тех пор, пока когда-то однажды я поучаствовал в одном эксперименте, так скажем, оставил свой комментарий с тем, какой бы я хотел видеть народный электрощит. Оказалось так, что мое мнение очень понравилось, они его даже воплотили именно в этом электрощите. То есть именно в самом щите, не в автоматике, именно в удобстве щите. Данный электрощит называется Profibox, у нас с вами здесь Nova 5. 5 у них очень просто, то есть у них есть Nova 2, Nova 3, Nova 4, Nova 5. То есть это сколько динрейка, да? Да, да. Понятно. Что такое динрейка? Динрейка это место монтажа автоматики, то есть это та планка, на которую монтируются автоматы выключения, УЗО и все приборы, которые есть в электрощите. Давай дальше, почему именно ЕКФ? ЕКФ правильно воспринимает обратную связь. То есть если я взял какое-то оборудование и мне в нем что-то не нравится, я просто, у меня есть уже доступ к чату, где я могу просто написать, сказать, ребят, мне вот это вот не нравится. То есть они могут рассмотреть даже в единичном варианте, если я это написал, они могут внести изменения. Давай мы с тобой чуть-чуть пойдем в другую историю. Понятно, что сейчас любая компания, особенно компания-производитель, она нацелена на работу с конечником, то есть нацелена на работу именно с разными союзами. Там, например, компания КНАУФ, она нацелена на работу с монтажниками. КНАУФ, компания ЕКФ нацелена на работу с электромонтажниками. Компания ТЦ сейчас, ну, взять, да, то есть они нацелены на работу с техниками. Преимущества, например, мне сейчас очень важна отказоустойчивость оборудования. Например, вы браковка, да, то есть чем высокий брак, у них низкий брак по сравнению с кем-то, с теми компаниями, с кем ты работал раньше, да, то есть были ли у тебя проблемы вообще с оборудованием, например, ты установил и потом начались там рекламации о том, что, например, УЗО не работает, автомат залипает постоянно. Мне важно вот это, то есть почему именно ЕКФ, это же не только сервисы, еще же какие-то истории? Вот, ну и я как бы все-таки продолжу. Дело в том, что ЕКФ, когда начал вести прямую связь с электромонтажниками, они стали повышать свой уровень. С 2019 года у меня был всего один бракованный автомат, а именно у него, я когда начал закручивать, у него сорвало винт, то есть я уже дальше кручу, и он просто прокручивается. А с точки зрения брака, когда, например, он срабатывает преждевременно, я знаю то, что есть в дифференциальных автоматах, у УЗО, например, мы со Шнайдером встречались неоднократно, да, с той историей, то, что мы просто подключаем, нас просто дифф постоянно вырубает. Мы ставим новый дифф, все окей, то есть есть какой-то процент. Нет, такого точно не случалось, я говорю, да, то есть, как я говорю, это вот один случай, и то это была, если мы здесь видим премиальную серию, то мы ставили там самую дешевую, Basic у них называется, то есть у них всего три модели идет, да, то есть это Basic, Proxima и Averis. Из Proxima, кстати, видим здесь два оборудования, это контактор и реле напряжения. Остальное у нас получается все линейки Averis, это получается премиальный сегмент именно компании EKF. Они молодцы, то, что я маленько посмотрел, да, о них информация о том, что у них есть разная линейка, это бюджет, да, это средний сегмент, это премиум сегмент. Если мы поставили средний сегмент, то это не значит, что оборудование не будет работать. Это получается у нас реле напряжения смысла нет, там премиальный сегмент какой-то устанавливать, оно все равно будет работать как реле напряжения. То же самое по контактору. Контактор достаточно надежная вещь, их тестируют на больших нагрузках, то есть, соответственно, они именно для вот этого и нужны, чтобы через себя пропускать нагрузку большую, чьи мы вообще закладываем. А, кстати, я тебе, наверное, и задам вопрос. Ты же знаешь, что контакторы очень сильно шумят. Да. Ты слышишь какой-то посторонний шум из данного щита? О, слушай, контакторы как таковые, они не особо шумят, они особо сильно... Они гудят. Они гудят, но еле-еле слышно. То есть сейчас я из щита никакого шума не слышу. Мне понравилось, знаешь что? То есть когда я выключал... Мягкий звук. Именно наш выключатель, мастер-выключатель совета, я практически не слышал удара. То есть обычно контакторы прям бум-бум, прям такой звонкий звук, прям очень лязг идёт металлический. Здесь очень мягкий, достаточно комфортный звук. То есть он не будет пугать при выключении, то есть что очень важно на самом деле. Ещё вот контакторы, я, скорее всего, в дальнейшем их тоже буду использовать. Мы на наших объектах ранее использовали контакторы именно на тёплых полах, когда большая нагрузка, но стоит у нас один небольшой терморегулятор, меньшей мощности, чем нагрузка по полу. Соответственно, мы использовали контакторы, и они шумели, и это было достаточно некомфортно. То есть мы щиты куда-то прятали, шкафы, ещё что-то, чтобы не было этого шума. Данный контактор можно просто в открытый щит поставить, он не будет особо дискомфорта. Также ещё компания EKF, покупая любое устройство, если ты его берёшь первый раз и не знаешь о нём ничего абсолютно, можно просто зайти на сайт и посмотреть видеоинструкцию, где будет подробно рассказано, что это такое и с чем его едят. Кстати, ссылочки на компанию EKF, на их видеоинструкции мы обязательно закрепим ниже под данным видео. Переходите, смотрите, изучайте, возможно, вы что-то интересное для себя и найдёте. Кстати, самат недавно буквально в Сочи, когда это был у нас, март, апрель месяц, да? В мае месяце заняли первое место среди множества команд из России по электромонтажу как раз-таки на соревнованиях, которые устраивала компания EKF. Да, и буквально через неделю мы вернулись с этого конкурса ещё в Челябинске заняли первое место в конкурсе «Есть контакт» от компании ETM, и в которой, кстати, тоже участвовала компания EKF. То есть у нас EKF, да? То есть у нас, не думайте, это не то, чтобы там мы хвалим компанию, там интеграция какая-то, нет. Просто действительно мы решили вам рассказать про щит. Я могу рассказать ещё, в чём отличаются сами автоматы, в принципе, от остальных. То есть, во-первых, у них идёт лазерная пайка корпусов. То есть заклёпок, как мы видим здесь, они маленькие и небольшое количество. Автоматы при затяжке не разъезжаются. Это смотри, эта история вся прикольная для тебя, как для монтажника. Тебе кайфово работать, прямо ты знаешь, это как, допустим, в Эпле в телефоне. В нём всё классно и снаружи, и разбираешь, и внутри. Но для основного потребителя, который будет эксплуатировать эту историю, как вот эти вот лазерные клёпки и так далее вообще скажутся на эксплуатации? Я думаю, что никак. Ну, по идее, да, пользователю, то есть потребителю это вообще не важно. Вот, они красавцы то, что они сейчас начали продавать через электромонтажников. То есть я купился на это, да, я доволен, кстати, результатом очень. Давай мы с тобой поговорим о компании ЕКФ Хватит. Мы с тобой поговорим про электрощит. Вообще, почему такой большой электрощит? Вот квартира 70 квадратных метров. Да какие группы вообще стоит разбивать электрощит? Как вообще строится, как его просчитывать, исходя из каких характеристик? Там, например, на кондиционеры отдельная группа, еще куда-то как-то. Вот расскажи вот об этом, как здесь это реализовано? Да, мы стараемся, большинство приборов, которые, так скажем, на той же кухне, например, да, духовой шкаф, это по-любому нужно отдельно всегда в щит уводить. СВЧ мы тоже стараемся уводить отдельно, но иногда совмещаем. Потому что бывает, ну, мы спрашиваем обычно, какой будет СВЧ. А у меня как реализовали? У нас СВЧ отдельно. Отдельно, духовка отдельно и варочная поверхность отдельно? Отдельно, да. Уже три автомата. У нас, получается, есть три кондиционера. Три кондиционера, шесть автоматов. Многие спрашивают, а что вы не можете, что ли, взять, поставить коробку? Они находятся в разных концах квартиры, в разных помещениях. И то количество кабеля, которое мы используем на, грубо говоря, перемычке между коробками и потребителем, добавить еще немножко и лучше ввести это в щит. Гораздо удобнее, когда у тебя каждое оборудование стоит отдельно. Окей, шесть автоматов. Что еще? У нас здесь имеется, сейчас вот главное не забыть, по-моему, три точки теплых полов и плюс одна теплая стена. Мы объединили в этом случае только теплый пол в ванной и теплую стену в ванной. То есть еще три автомата? Да, это еще три автомата. Еще три автомата, это вот девять. Что еще? Получается, холодильник мы тоже ставим на отдельную группу. Потому что у нас система отпуска? У нас система отпуска, это раз, и мы ее вообще всегда делаем в любой квартире. Дело в том, что... Это для того, чтобы вдруг человек решит, а мне нужен отпуск, да, система, чтобы это уже было заранее предусмотрено? Дело в том, что мы же еще делаем обычные монтажи, да, там, ну, то есть кто-то говорит, я не хочу, там, мы экономим порой бюджет и просто делаем вот холодильник просто напрямую, чтобы человек уже вручную, ладно, там, выключил все автоматы и оставил только холодильник включенный, да, например, и уехал. Ну, как ты видел, выключатель нагрузки тоже стоит каких-то денег, порой, некоторым бывает, и этого не хватает. Окей, холодильник, мы посчитали, получается, холодильник десятый. Что еще у нас? У нас на каждую комнату идут... Отдельный блок розеток. Не блок розеток, а отдельная группа розеток. Группа розеток, то есть это у нас, получается, гостиная, это, получается, детская, спальня, кабинет у меня и санузлы, скорее всего, все санузлы на одной, да, группе? Да, санузлы мы объединили, так как розеток в них не очень много, мы их объединили вместе. Что, водонагреватель отдельный? Мы протянули обязательно водонагреватель отдельно и стиральную машину. Итого еще 7, того получается 17. Да, все верно, мы их можем даже здесь наблюдать. 17, плюс у нас еще есть освещение. Каждую комнату мы всегда тянем отдельно, отдельным кабелем. Еще 5. Многие, кстати, спрашивают, для чего это нужно, там... Давай я отвечу, для чего вот это нужно. У меня иногда клиенты спрашивают, а для чего на каждую комнату необходимо группу розеток отдельную ставить, группу освещения отдельно ставить. Рассказываю. Прикиньте, у вас происходит короткое замыкание из-за того, что у вас выходит срок службы, например, электротехнического изделия, там лампочка замкнула. У вас вырубают автомат и освещение только в этой комнате. А сейчас мы вам покажем, как отрабатывает автоматика при коротком замыкании. Как раз таки сейчас вы видели, что происходит при коротком замыкании. Автоматика сработала отлично. Остальные все комнаты работают без проблем. Вы просто берете и меняете этот прибор, и, соответственно, у вас все начинает работать дальше. То же самое с розетками, правильно? Правильно. Забыл. У нас еще с тобой есть на квартире отдельная система для мультимедийного, отдельно для сервера, где будет у нас с тобой умный дом. Отдельно у нас идет датчики протечки, полотенцесушитель. Итого у нас получается 17 плюс 4, 21 автомат на квартиру, который только для разделения групп. Но помимо этого у нас стоят еще УЗО, это устройство защитного отключения, которое как раз таки не позволит ударить током. Плюс выключатель нагрузки, как раз это для системы отпуск, это реле напряжения и контактор. Итого у нас, соответственно, щит на 60 модулей практически полностью занят. Это с учетом распределительных блоков. Вот поэтому такие большие щиты собираются. Да, можно собрать весь щит на 10, на 15, на 3 автоматах, как это происходит сейчас. Но, блин, я сейчас живу с таким щитом, у меня щит на 3 автомата или на 4, и я страдаю на самом деле. Вы, например, на кухне включаете в розетку тостер, тут же хотите включить чайник, и вот, бам, отключается электричество. Да, потому что автоматика не выдерживает, потому что кабель не выдерживает нагрузку. Для чего нужна автоматика? Вот самый важный вопрос. Для чего вообще нужен электрощит? В щите установлены автоматы, которые защищают как прибор, так и сам кабель. Мы всегда ставим такой номинал, который, даже если он будет работать в пике, в этом пике кабель не нагревается еще. То есть он не успеет нагреться. Вот, очень важный момент. Автомат всегда должен соответствовать сечению кабеля. Если же вы, например, на полтора квадрата на кабель, да, то есть какой-то на тонкий кабель ставите мощный автомат, то у вас автомат не вырубается, кабель перегревается, в итоге происходит короткое замыкание, пожар и так далее. Поэтому в квартире так много трасс, и каждая группа идет к своему автомату для того, чтобы, упаси бог, не дай бог, ничего не случилось у меня в квартире. Именно для этого у нас только много автоматов. То есть основная функция автоматики это защита от удара электрическим током, защита от пожара, то есть это перегрева кабеля, защита вашей техники от сгорания. То есть это основные три функции? Да, я думаю, да. Очень важный момент, если вы нанимаете себе электромонтажника, он обязательно вам должен предложить реле напряжения. Даже если вы ему говорите, что мне нужно все бюджетно, он должен вам его предложить, и хотя бы одно узов щите также должно у вас там быть. То есть, как я говорил, реле защищает от сгорания техники, а это защищает вашу жизнь. Я думаю, что про электрощит на сегодня все. Если вам было интересно, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте этому видео лайк, делитесь этим видео с друзьями. Спасибо, что смотрели. Увидимся на просторах интернета. Пока!